Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одного Австралии, я Александр Петров. Находимся в стенах Кингсона Института, и я думаю, что десятки-десятки ребят вспоминают, и, надеюсь, Дебрум вспоминают Кингсона Институт. Его закончили даже некоторые мои конкуренты, а точнее бывшие мои студенты, но и не только. О Кингсона Институте можно многое говорить, но самое главное, что я вам хотел бы сказать, что Кингсона Институт для вас, для нас, он зачастую был немножко другой, чем для всех остальных, хотя часть моих студентов, к сожалению, наверное, была такими же, как и основная масса других студентов. Я вам говорил о двухскоростном обучении, так вот это две модели обучения. Первая модель, это которая принята сейчас в Австралии, это, к сожалению, принято во всем мире, и это очень нехорошо, когда люди покупают курсовые работы, когда преподаватель дает вам возможность ознакомиться с тем, что у вас будет, собственно говоря, на экзаменах, и если вы придете на последние две лекции, то вы точно будете знать, что вам будет даваться на экзамене, но в самом процессе обучения вам тоже будут закрывать на многое глаза, но это только для тех, кто учится лишь бы сдать, лишь бы получить корочки, и это делается в моем University of Technology где-то, наверное, уже лет 5-6, наверное, такая система, это студенты начали говорить, что вот такое начало встречаться где-то 5-6, 7 лет тому назад. Мое время этого, к счастью, не было, и надо было учиться, и преподаватели, они себя отдавали полностью тому, чтобы давать вам знания, и качество обучения было очень хорошим. А сейчас проблема от того, что вот эти вот дорогие учебные наведения, они не могут делать и не хотят делать в двухскоростное обучение, то есть те люди, которые в действительности хотят обучаться, фактически, может быть, для местных студентов как-то на дистанционном обучении что-то можно предпринять, а основной массе нет, то есть качество обучения падает. Что касается Кингсон института, здесь, если вы делаете действительности вдумчиво-курсовые, если вы делаете какие-то практические работы или практическую часть, допустим, на проекте, соответственно, вы можете получить поддержку от преподавателей, даже от менеджеров, даже от других студентов, если работаете в группе со своими ребятами, которые, или, может быть, не своими, но которые в действительности настроены на учебу, и тогда у вас получается очень качественное обучение, и преподавателю тоже очень хочется, чтобы кому-то он был нужен, нам всем нужно, чтобы мы были незаменимы, были необходимы другим людям, это еще из животного мира идет, и это, соответственно, когда вы наблюдаете за приматом, каким-то группой обезьян, там то же самое, хочется внимания, хочется уважения. То же самое у преподавателя, его, наверное, уже надоело преподавателям, то, что никому, собственно говоря, они не нужны, их предмет не нужен, хочется студентам, чтобы закончить университет, получить диплом, баллы какие-то, какое-то спонсорство, может быть, липовое, и таким образом остаться в стране. Но это дорога в никуда, и мы это делаем исключительно из-за того, что и государство австралийское, и учебные доведения, и агенты, в общем-то, хотят заработать деньги. Но проблема в том, что вы сейчас можете остаться в стране, если вы в действительности будете нужны на рынке труда, а на рынке труда, кроме всех прочих вещей, которые в действительности вы должны понравиться преподавателю, вы должны быть готовы выйти на работу по первому зову и много чего другое, прикладного. На самом деле вы должны в действительности быть специалистами, потому что, если вы не специалисты, то, собственно говоря, вы только деньги берете, а толку-то с вас нет, вы должны в конечном счете какой-то продукт или услугу давать, выдавать на гора, как говорится. Вот поэтому вынуждены вы становиться специалистами, и опять-таки это приятно, потому что дальше уже в корпоративном мире большая конкуренция, и здесь, чтобы выйти наверх, необходимо в действительности быть профессионалом лучше, чем другие. И да, в действительности мы стараемся опираться на те знания, тот опыт, который мы получили из наших России, Украины, Казахстана, Белоруссии и так далее, но я думаю, что просто так терять время здесь тоже не стоит. Когда мы говорим об исследовательских программах, и это, грубо говоря, офф-топ, то сама специфика исследовательской программы, и, кстати, международные требования заставляют это быть качественным образованием. Вот почему я давлю, как говорится, топлю за исследовательские программы. Но, когда мы говорим об обычных программах, здесь необходимо в действительности каким-то образом повышать свой уровень. Есть определенные моменты, которые меня настораживают. Ну, первое, среди моих студентов тоже случается, когда люди покупают курсовые, и те оправдания, что, ну, я типа много работаю, такой проходной предмет, не очень принимаются. Вот эта вот вся, вся вот такая активность, она засасывает, и кажется, ох, что там, свой кредит я и так получу. Ну, да, ну и знания не получишь. Вот, и второе, то, что люди поверхностно относятся к предмету, они просто хотят набрать балл, но глубоко в знания не входят. Это тоже настораживает, это очень плохо. Еще, кстати, момент, то, что у вас есть электронная библиотека, но я не сказал бы, что даже 50% из ребят, которые здесь учились, ну, может быть, 50%, пользовались электронной библиотекой и, ну, показали свой пытливый ум, то есть лазили по статьям, пытались искать какие-то источники информации, помимо study books, да, то есть основных учебников. У нас, допустим, когда мы учились в UTS, я даже не знаю ни одного человека, который бы не занимался этим. Мы облазили и EPSCO, и ETHORM, то есть все возможные источники. А здесь, ну, наверное, половина ребят, ну, чуть меньше, даже не заглядывали в электронную библиотеку, и это печально. Вот, то есть вот эти вот все знаки невнимания к предмету, они настораживают невнимание к своему курсу. Поэтому, когда вы будете учиться и в Kingston институте, и в любом другом учебном доведении, помните, что вы учитесь для себя. Вы учитесь не для того, чтобы набрать как можно больше High Distinction, хотя это тоже плюс, просто так High Distinction не поставят. Если вы не знаете предмета, вы его не получите, а к этому надо стремиться. Заметьте, что до последних годов практически все наши выпускники попадают в 5% лучших студентов, 2-5% лучших студентов, выпускников учебного заведения. Это хорошие цифры, и это говорит о качестве нашего студента. И Kingston институт хорошо помнит, кто такие русскоязычные, или, как они говорят, русские студенты. Я хочу, чтобы вы поддержали нашу марку. Да, безусловно, сейчас такие популярные программы, как Bachelor of Business, в основном бухгалтерии, и Master of Professional Accounting не ведут к конечной цели. А вот, допустим, Bachelor of IT, Master of IT ведут к эмиграции. Не таким простым путем, но ведут. Но для наших айтишников я бы хотел посоветовать, чтобы, конечно, все эти сертификации получались. Все, что не прямой курс, а вот дополнительное образование. Пожалуйста, активнее участвуйте в этой деятельности. И на выхлопе, чтобы вы были специалистами, которые имеют Microsoft, Sysco, Adobe. Очень много разных там, вообще их же сотни, да, в каждом, как бы, ответвлении диджитал-иконами, да. Поэтому, пожалуйста, учитесь ради себя, ради своего будущего. И в итоге вы будете и эмигрантами, и специалистами. Денег у вас будет, и уважение будет. И наша система, которая зиждется на вашем успехе, тоже продвинется вперед. И я вам искренне этого желаю. И стенки Института, который дорекомендовал себя одним из самых недорогих, и при этом одним из самых качественных учебных доведений, которые являются частью нашей системы, где вы можете надеяться на особое к вам отношение. А мы любим, когда к нам особое, хорошее, богожелательное отношение. Спасибо.